Привет, спортсменам и болельщикам! Надеюсь, ваша спортивная неделя была насыщенной. Если же вы пропустили то или иное состязание, не знаете, какой счет был в матче любимой команды, вам сюда. Это программа «Дополнительное время» — еженедельный дайджест спортивных событий закрытого города. Готовы? Тогда на старт. Внимание! Воспитанник с дюшор Атом Артем Мальцев завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира в Швеции. В эстафете 4 по 7,5 километров вместе с Денисом Спецовым, Александром Бессмертных и Евгением Беловым наш лыжник поднялся на высшую ступень пьедестала почета с общим результатом 1 час 17 минут и 54 секунды. Последний раз наши лыжники побеждали в эстафете на этапах Кубка мира 6 лет назад. Саровчанин Петр Седов завоевал серебряную медаль на первенстве ПФО по лыжным гонкам, которая завершилась в Татарстане. Наше поздравление спортсмену. Надеемся, что это станет первым шагом к его возвращению на стоповый уровень. Околоспортивная новость. 2 марта в Красноярске стартует универсиада 2019. Самый известный волонтер Сарова Елена Севцова прошла отбор на участие в данном спортивном празднике. В обязанности Лены будет входить помощь в организации парадов спортсменов на открытии и закрытии игр. Давно мы не разговаривали про теннис, а у любителей этого вида спорта уже есть первые результаты в этом году. В традиционном Нижегородском Кубке по теннису среди ветеранов приняли участие 7 представителей ЗАТО. Всего в турнире выступило более 40 мужчин и женщин из Москвы, Московской области, Нижнего Новгорода, Сарова, Держинска, Кстова, Бора, Арзамаса, Городца, Владимира, Саратова, Иванова. Из 7 спортсменов трое смогли завоевать медали разных достоинств. Авиамодельный спорт – дисциплина техническая. По ней проводятся турниры и чемпионаты, есть свои разряды и известные спортсмены. Но начинается путь в этом виде спорта с соревнований по типу «Лети модель», который прошел во Дворце детского творчества. По какому принципу выявляют победителя, выясняла Ирина Вышегородцева. Запустить самолет так, чтобы он пролетел как можно дальше и набрал максимальное количество очков. Такую цель ставили перед собой участники городского этапа конкурса «Лети модель». У каждого в руках уникальная модель, созданная своими руками по определенным требованиям. У нас есть технические требования, которые мы придерживаем. И по ним делаем модели. Тут требование такое, что модель не должна превышать веса 15 грамм. Размах крыльев не должен быть больше 250 миллиметров. В конкурсе приняли участие более 20 спортсменов. Ребят разделили на три возрастные группы. Фёдор Калинин попал в самую старшую категорию. Он участвует в соревнованиях впервые и считает, что самое сложное – это запуск. Для того, чтобы авиамодель полетела правильно, спортсмену необходимо быть спокойным и полностью сконцентрировать свое внимание на самолете. Несмотря на то, что я сюда мало хожу, я готов поехать на областные соревнования и забрать оттуда первое место. Вера Хохлова в прошлом году смогла пройти отбор на региональный этап конкурса «Авиамоделистов в шатках». Но занять на нем призовое место ей не удалось. Приведя работу над ошибками, Вера поняла, что нужно сделать, чтобы стать первой на чемпионате. Я буду ровно выставлять крылья, чтобы если выставить крылья, тогда самолет полетит криво и от тебя не отберут. Победители городских соревнований поедут на региональный этап конкурса «Лети модель в шатке». Узнать именно тех, кто прошел следующий тур, можно на официальном сайте Дворца пионеров или в группе ВКонтакте. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров-24. Спортсмены в НЕФ поучаствовали в тренировочных сборах по горнолыжному спорту в составе команды госкорпорации «Русатом» в Ижевске. Тренировки проводились в двух дисциплинах – это гигантский слалом и специальный слалом. Как рассказали сами спортсмены, прошедшие тренировочные сборы сыграли значительную роль в спортивной подготовке команды горнолыжников Сарова к предстоящим соревнованиям 2019 года. Это «Жемчужина России-2019» в Самаре, «Мастерс-чемпионат России» в Банном и «Кубок Абзакова-2019» на Урале. Пока взрослые спортсмены покоряют далекие горные вершины, на горе глубокой в Сарове прошли соревнования для самых маленьких. Мы на них съездили и выяснили, во сколько лет необходимо начинать заниматься, чтобы в 9 лет начать выигрывать. Дашу Мохову в ее 9 лет вполне можно назвать опытным горнолыжником. Осваивать склоны девочка начала раньше, чем научилась читать и писать. Уже 6 лет она каждый год с нетерпением ждет наступления зимы, чтобы отправиться на горку и покататься. Мне он нравится, потому что он легче, чем сноуборд. И когда я сначала начала кататься, я увидела Лару, как она тренирует других детей и тоже так же захотела. За плечами Даши победа в соревнованиях, которые недавно прошли под Нижним Новгородом. Среди девочек 9 лет она оказалась самой быстрой. Однако, как призналась сама юная спортсменка, в какой-то миг она была на грани падения. Я перенесла вес на пятки и у меня нога передняя поднялась, на которую я должна поворачивать. И я отклонилась назад. На один из этапов городских соревнований по горнолыжному спорту приехали ребята в возрасте от 5 лет. Более 30 спортсменов старались преодолеть дистанцию как можно быстрее, показывая тренеру и родителям, чему они научились за недолгий зимний сезон. Трасса была знакома юным спортсменам, но были и свои сложности. В чем сложность? Первый раз идем сверху горы, вот с новой нашей, вернее с этой горы спортивной. Первый раз эти детки маленькие идут. Все стараются, тренируются, работают. Ну вот я в них верю, должны все дойти до конца. Первый этап городских соревнований прошел удачно. Большинство спортсменов смогли покорить трассу и добраться до финиша. Как рассказала Лариса Караваева, главный судья соревнований по совместительству тренер-ребят, финал городского первенства организаторы планируют провести на большой трассе. Вполне возможно, что это будет в Абзаково, на границе Башкирии и Челябинской области. Кирилл Васенин, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Команда Саров Инвест продолжает свое выступление в ВХЛ Нижегородской области. 26 января наши ребята провели в Дальнем Константинове матч с местной командой. Саровчане завладели преимуществом уже в первом периоде. Забили три гола, пропустили один. Во втором игровом отрезке хозяева площадки отправили в наши ворота еще одну шайбу. ХК Саров Инвест ответил пятьем. Под занавес матча команда ХК Дальней Константиново отправила ворота Саровчан две шайбы и пропустила одну. Итог встречи 4-9. У ХК Саров Инвест авторами голов стали Михаил Малафеев, Игорь Поздов и Константин Поляков. Дубли оформили Сергей Клепнев, Сергей Криолинин и Андрей Калашников. Следующий матч Саровская любительская команда проведет дома. 3 февраля в Ледовом дворце состоится игра против Таншаевского старта. Начало в 14-15. ХК Саров в матче с Химиком из Воскресенска на своем льду проиграли гостям. Игра получилась ровная и напряженный исход решился в серии послематчевых буллитов. Все подробности у Ирины Вышегородцевой. Спустя 8 минут после стартового свистка Саровские спортсмены смогли открыть счет в меньшинстве. Но уже через несколько минут команда Химик отправила ответную шайбу. После чего зеленый свет за воротами обеих команд загорался еще по одному разу. Во втором периоде обе команды вновь смогли обменяться голами и отправили в ворота соперников еще по одной шайбе. А вот третий прошел в сухую. Основное время закончилось со счетом 3-3. Впереди всех ждал овертайм. Сначала стушевались, потом игра выровнялась. И обе команды достойны были выиграть. Дополнительное время для игроков обеих команд закончилось ничью. Судьбу игры решили булиты. Итог матча 3-4 в пользу Воскресинского Химика. Тяжелая игра получилась. Соперник вел по счету. Благодарен ребятам, что нашли все силы, отыгрались. И по булитам выиграли. Молодцы. Поэтому у нас болельщиков с победой. И готовимся к следующей игре. Хоккейный клуб «Саров» занимает 25-е место в турнирной таблице высшей хоккейной лиги. Следующая домашняя игра состоится 31 января. Саровчане примут команду «Звезда из Москвы». Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Такой была эта спортивная неделя в Сарове, состоящая из побед и поражений, успехов и неудач. Хотите быть в курсе всех наших новостей? Первым узнавать самую актуальную информацию или быть героем наших сюжетов и программ? Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм и Одноклассники. Всем побед! Пока! Субтитры подогнал «Симон»